Обстановка на Запорожской атомной электростанции остается тревожной. Там нарушены все основополагающие принципы, так называемые «семь столпов ядерной безопасности», разработанные МАГАТЭ. Об этом заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. С апреля все шесть реакторных блоков находятся в режиме холодной остановки. Это было рекомендовано агентством в течение некоторого времени, поскольку повышает общую безопасность объекта. Миссия МАГАТЭ по поддержке и содействию Запорожью не получает доступа к некоторым участкам, имеющим значение для ядерной безопасности и физической безопасности Запорожской АЭС. Рафаэль Гросси, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии во время выступления перед управляющим советом МАГАТЭ. С момента оккупации России Запорожская АЭС превратилась из производителя электроэнергии в потребителя. Сейчас атомная станция находится на грани блэкаута, ведь отключилась внешняя воздушная линия Днепровская, соединяющая временно оккупированную заезд с объединенной энергосистемой Украины. Работает только одна линия питания. Об этом сообщили в «Энергоатоме». Полностью отключить запорожскую атомную электростанцию нельзя, пока в реакторе находится ядерное топливо. Пока в активной зоне реактора находится топливо, то необходимо производить отвод излишнего тепла. И для этого должны работать главные циркуляционные насосы. А главные циркуляционные насосы работают от электроэнергии. Поэтому отключить атомную электростанцию от объединенной энергосистемы Украины – это технически неправильно. И это будет повышение рисков ядерной и радиационной опасности, которая может привести к непроектным или запроектным событиям на самой атомной электростанции. За время оккупации Запорожская АЭС уже пережила 8 полных блэкаутов и один частичный – с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности. Их отказ грозит развитием ядерной и радиационной аварии. Системы пожаротушения зависят от электроснабжения, при отключении которого повышаются риски возникновения внештатных или аварийных ситуаций. На Запорожской АЭС есть и хранилище радиоактивных отходов, есть сухое хранилище отработанного ядерного топлива. Системы пожаротушения заведены от электроэнергии. Поэтому взять и просто отключить атомную электростанцию от электричества и от энергосистемы – это повысит риски непроектных и запроектных событий на самой атомной электростанции. Сейчас Россия использует захваченную атомную электростанцию в качестве военной базы. Как сообщает Украинский Центр национального сопротивления, в оккупированном энергодаре на Запорожской АЭС находятся чеченские подразделения Росгвардии «Ахмат». Они обустроили себе там базу. В одном из помещений чеченцы даже создали тир. Присутствие боевиков и их техники на станции оккупанты объясняют якобы охраной объекта. Но на самом деле техника и боевики привлечены к патрулированию города и к репрессиям против украинцев. Из сообщения Центра национального сопротивления. «ЗАЭС» – это крупнейшая атомная электростанция в Европе, а российские войска захватили ее в марте 2022 года. Тогда сотрудники подвергались допросам и пыткам, известно и о погибших. В апреле этого года «ЗАЭС» атаковали российские беспилотники, после чего на заседании Совбеза ООН представители Евросоюза, США и Украины возложили ответственность за инциденты на Запорожской атомной электростанции на Россию.